Да, но я не эксперт в этих искусственных интеллектах, поэтому мне крайне лестно было быть приглашенным. Я, наверное, буду с педагогической позиции выступать. Поскольку я заранее знал, что у меня не получится приехать, я подготовил звуковой ролик, звуковой вариант доклада, который на сайте представлен как преддоклад. Но поскольку Дмитрий мне предложил все-таки выступить, хотя понятно, что динамика выступлений по сети и очно разная, мне очень жаль, что не удалось повидаться со многими людьми, которых я хорошо знаю, и было бы приятно увидеться очно. Но, тем не менее, я не буду полностью повторять то, что там сказано. Я конспективно, может быть, чуть под другим углом, с учетом того, что услышал на предыдущей секции, я хотел бы осветить два аспекта – инженерный и педагогический. С инженерной точки зрения, в общем-то, многие вещи уже сказали, я чуть-чуть под другим углом хочу ее подать. То, что человек всю жизнь пытается понять, как же именно он думает и что с ним происходит. И, собственно, то, что ему удается смоделировать, упрощен, как любая модель, это упрощение того, что он про себя думает, он ее отчуждает и пытается проверить на неживых исполнителях. И таким образом любой неживой исполнитель, безусловно, от него отстает, уступает. И поэтому вот эти проблемы и риски, которые вызывают искусственный интеллект, в некотором смысле преувеличены. Другое дело, что в эти модели, в эти дейтасеты могут закрасться ошибки, которые могут оказаться фатальными. Но это с таким же успехом, как Чернобыль, так же, как другие всякие технические инженерные вещи. Примерно такого же рода риски, ошибок существуют и здесь. То, что сейчас происходит, говорит о том, что модели довольно успешны, поскольку то, что сейчас делает искусственный интеллект, он в значительной мере решает круг задач, которые многие люди, которыми сейчас занимаются, в частности, как мне кажется, вот те усреднения, вероятностные подходы, которые может делать искусственный интеллект последнего разлива, это примерно то, чем занимаются врачи. Если говорить о утилях, то, на мой взгляд, их ориентация в индивидуальном существе, может продемонстрировать сегодня искусственный интеллект, не в отношении, вот именно в отношении всех. То есть, есть конкретные персонажи, на которых учитель, безусловно, ориентирован намного сильнее, и тут вряд ли искусственный интеллект с ним может соперничать. Но вот если говорить о массовом, то, безусловно, учитель не в состоянии вот такое внимание уделять каждому. Поэтому это довольно важно. И я фактически таким образом перехожу к педагогическому аспекту. То есть, два года назад мы с Павлом Рабиновичем участвовали в программе обучения педагогов, и там рассказывали, что цифровая трансформация, это как раз вызов, возможность использовать цифровые технологии для другой постановки педагогической задачи. Вот сегодняшнее развитие искусственного интеллекта показывает, что это уже не возможность, а убийца. То есть, я думаю, что те логики, система образования слишком ригидна, ориентирована как века назад на перекачку информации, и очень медленно, очень трудно переходят к другим подходам. То есть, призывов полно, они уже идут больше 30 лет. Вот такое более-менее бурное развитие было. В 80-е годы, когда была перестройка. И сейчас вообще можно наблюдать, скорее, даже обратных. Вот маятник, когда люди, уставшие от изменений, надеются, что если они вернутся к прошлым практикам образования, то им сразу станет легче, не сознавая, что мир от этого легче и стабильнее не станет, если школа станет такая же медлительная, как и раньше. То есть, мы видим, что искусственный интеллект сегодня выводит на совершенно другие уровни. И если мы сейчас оперативно все-таки не перестроимся на новые тенденции, то, в общем-то, дети будут расти как цветы на развалинах, и мы от них отстанем. То есть, вот сейчас главный вызов, который я вижу, в том, что, в принципе, у нас просто уже нет времени на медленные раскачки. Ну вот, если коротко, наверное, так. Я так понимаю, что много мы... А, наверное, еще я хотел бы отнестись немножко к тому, что Оксана сказала, она делала вот заход на то, чтобы проверять с точки зрения учителей. Мне кажется, что вот такого рода интерфейсы, нейроинтерфейсы, могли бы быть интересны как раз для самообучения. То есть, цифра в педагогике показала разные процессы. То есть, есть процесс обучения там, где нужно осваивать знания, и это прекрасно может делать компьютер, о чем говорил Азимов еще 35 лет назад, даже больше. А есть вещи, связанные с образованием, которые живут в коммуникации. И одна из технологий перевернутый класс как раз позволяет развести эти процессы. Для того, чтобы выйти на наиболее ценную, эмоционально ценную коммуникацию, надо подойти к ней готовым. Вот эту готовность может обеспечить цифровой формат, формат, и вот такого рода обратная связь, как биологическая обратная связь, могла бы быть полезна. То есть, не для того, чтобы учителю сообщать о состоянии ученика, а о том, чтобы сам ученик через вот эти самые нейрообратные связи мог понимать и с его помощью подстраивать вот этого цифрового помощника, который ему помогает обучаться. Вот мне кажется, что такого рода интерфейсы могли бы быть более полезны на этом направлении. How? Я все сказал. Спасибо большое, коллеги. Ну, пока вы готовите вопросы, может быть, там в чате что-то у нас появилось, я небольшое дополнение тоже сделаю к сообщению Оксаны, которое было. Изначальная идея с использованием нейроинтерфейса пришла у нас в Казахстане, когда выяснилось, что, я боюсь соврать точно, значимое, если не половина бюджета на домашнее обучение для детей с ограниченными возможностями тратится, на что бы вы думали? Ну, опять же, не дословно, да, там не 50%, но огромная сумма, по большому счету. Почему? Потому что преподаватели отказываются обучать дистанционно. Почему отказываются? Мы, говорит, не понимаем, что происходит с ребенком на том конце провода. Ну, даже несмотря на, там, условно, зум, да, на какое-то изображение, которое они видят, потому что это дети с особыми потребностями, и не всегда можно понять, что же происходит там с ребенком, да? Для преподавателей... Яндекс.Такси – это зло, в общем, да? Для дистанционного обучения. Ну, возможно, да. И поэтому вот тогда пришла идея, связанная с тем, что давайте снимем вот этот психологический барьер, снимем вот этот риск, связанный с тем, что преподаватель в момент образовательной транзакции не понимает, что происходит с ребенком на той стороне провода. Вот. И мне показалось тогда, когда мы с ребятами обсуждали, что, в принципе, это должно сработать. Ну, не знаю, вот сработает или нет, но, тем не менее, посыл основной был такой. Существуют некие ситуации, в которых для преподавателей очень важно. Понятно, что штука там не совсем дешевая, и на всех студентов в УЗИ ее там не купишь, но в каких-то определенных случаях можно сэкономить на Яндекс.Такси и с пользой. Вот. Теперь вопросы к Михаилу, который... Да? Паш. Паш. Если можно, коротко, потому что, может быть, Михаилу будет плохо слышно. Инна Миронова, студент. Вот, а не могли бы вы, пожалуйста, пояснить, что изображено на схеме, которая на экране? Слышно? Был вопрос. Алло. Я не очень услышал вопрос. Что на схеме изображено, цифровой профиль учебного курса? Ну, это остатки нашего с тобой обсуждения в проекте. Это наши попытки построить некие модели. Я не знаю, в коей мере удобно сейчас это обсуждать. Ну, хорошо. А если позволишь, я прокомментирую, да, так, чтобы... Я тебя не слышу. Я сам прокомментирую, раз это, как бы, остатки нашего проекта. Окей. У нас был и есть, в общем-то, проект, связанный, ну, с некой новой или, так скажем, другой методикой, я бы не сказал преподавания, а формирования образовательного трека, контента, да, внутри этого трека и оценочными средствами по отношению к нему. То, что вы сейчас видите на экране, как бы, некая модель. Про это можно долго рассказывать, но это не про... Но это другая немножко история, да, если позвольте, я там могу как-то прокомментировать уже, хотел сказать, в контракте, в контракте, в антракте. Хорошо, Михаил, большое спасибо тогда. Мы тогда переходим в очную часть, в аудиторию, да.